Тем временем объекты городского хозяйства продолжают готовить к весне. В жилом секторе на противопаводковые мероприятия потратят свыше 3 миллионов рублей. Количество осадков нынешней зимой значительно превысило прошлогодние показатели. За сезон с автомобильных дорог вывезли 1 миллион 745 тысяч кубометров снега. Годом ранее эта цифра была в два с лишним раза меньше. С придомовых территорий на полигоны доставлено в этом году 1 миллион 118 тысяч кубов осадков, что также кратно больше, чем прошлой зимой. Вывоз снега с городских территорий продолжается ежедневно. В уборке задействуют до 240 единиц техники. Уже с 1 апреля комнальщики начнут чистить водопропускные канавы, принимающие талые воды. Также в прошлом году в ряде подтопляемых участков обустроили локальные ливневки. И по мнению специалистов, они себя неплохо зарекомендовали. Другой вопрос, как они справятся с весенними лужами. На привокзале она была пораньше установлена, и период дождей. В принципе, там грунт позволяет, а дренажировала. Вода уходила. По крайней мере, на той дороге, которая идет к домам, к жилым, воды не стало. У нас основы. Это вот где, ну обычно, где вода стоит, наверное, знаете, за рынком, а дальше в сторону, между переездами. То же самое. Но там вода, грунт, видимо, другой. Вода хуже уходит. И как она покажет себя, как будет дренажировать, весной видно будет. Локальная ливневка – это обычный приемный лоток, установленный у бордера или под полотном дороги. От него уходят трубы к пластиковым колодцам с дренажной системой. Их регулярно очищают. В этом году подобное устройство планируют установить еще у нескольких жилых высоток в Сургуте. Но чтобы начать работу, на придомовых территориях необходимы решения собственников. На один колодец около трех тысяч, что ли. Это в перерыве 15 тысяч, наверное, будет только материал. А сама работа, все прочее, это получается, мы считали по Сосновой, у нас уходило где-то около 500 тысяч. На муниципальной территории это бюджетные деньги. А на придомовых территориях это согласие собственников. Было направлено в прошлом году еще начали в управляющие компании. И в основном это сейчас делается на тех, где будет капремонт придомовой территории, чтобы это в комплексе сразу сделать.